Здравствуйте уважаемые трейдеры, инвесторы, с вами на связи Виталий Кухта, Кухта Кэпитал. Сегодня мы сделаем разбор тех прогнозов, которые мы в прошлый раз делали, это 28 февраля. Также текущую обстановку посмотрим на рынке, какие есть интересные моменты, возможно торговые рекомендации какие-то будут. Что нужно подождать, поговорим, обсудим те вопросы, которые задавали в прошлых комментариях под видео и так далее. Давайте начнем с валютного рынка, дальше посмотрим золото, нефть, возможно биткоин и так далее. Давайте с евро-доллара начнем. Евро-доллар у нас парит очень сильно высоко, улетел, улетел. Напомню еще несколько недель назад, точнее около двух недель назад, говорил, что в данном диапазоне возможно рассматривать покупки по евро-доллару среднесрочные с очень большим потенциалом роста. Потому что на недельном топ-премии у нас уже давно, где-то полтора года, скажем, в этом диапазоне назревает дивергенция. Там было несколько дневных, скажем, две или три были дневные дивергенции. Они отскакивали там на 200 пунктов. И больше это ничем не заканчивалось и дало срочный рост. На текущий момент евро уже, скажем, более 4 фигуры, 400 пунктов выросло. Я указывал, что есть потенциал достаточно большой. Скажем, первые цели какие-то локальные мы уже сделали, это в районе 1.12. Дальше у нас возможность в район 1.14, 1.16, 1.18 и, возможно, в район 1.20, 1.25, скажем, какие цели называются. Но к этому нужно относиться, скажем, с таким понятием, что это не обязательно. Мы туда пойдем, рынок может, скажем, с какой-то точки уйти вот так, дальше вниз. Вот таким образом, да. Вот. Как он точно пойдет, никто этого момента не может сказать. Если мы покупали здесь евро, я в прошлый раз показывал сделки, частями мы закрываем, я уже часть закрыл, сейчас определенную часть удерживаю евро с более-толгосрочным ростом. Если будут появляться какие-то точки входа серьезные на дневных там-фреймах в шорт, я буду, скажем, рассматривать, хеджировать свои лонги, или это положительными замками, или там открывать, возможно, закрывать лонг, если там что-то более глобально нарисуется, чуть побольше. На текущий момент по евро у нас пробило достаточно интересный уровень 1.12, если перейти на темной там-фрейм, да. Здесь был достаточно такой сильный уровень, мы его, в принципе, так плюс-минус тестируем, там еще можно сказать 12.40, это вот хай декабря прошлого года, который был по евро указан, мы его сейчас тестируем, и тоже нужно за ним внимательно следить. Если мы его, скажем, не сможем дальше пробить, точнее сегодня, то, в принципе, у нас по евро может начаться какая-то коррекция. На текущий момент точки входа в шорт, там, отбой от этого уровня я не вижу. Напомню, что сегодня у нас будут новости по евро-доллару, да, ну и по всему рынку это нон-пар-перлс обычно не более сильно влияет на евро-доллар, на золото и на другие валюты, поскольку по столько, там по-разному бывает, бывает сильно влияет, бывает там чуть меньше, но евро-доллар обычно побольше влияет, но заметил последние несколько месяцев нон-пар-перлс влияет на евро-доллар, ну, бывает такое, там, 20-30 пунктов подергалось и все, все вот под кипсовусом. То есть, пока следим за уровнем 1.12 и 1.12.40, если сегодня у нас, скажем, евро-доллар еще будет сильно расти и закроется где-то выше, то, в принципе, у нас открывается дорога долгосрочная в район 1.14 и так далее, да, но, как мы видим, рынок уже прошел достаточно много, мы, так сказать, можем сказать, третья неделя роста у нас идет по евро-доллару, да, и можно ожидать в любой момент, скажем, коррекцию по данному инструменту, поэтому, если сегодня на новостях у нас, скажем, будет какая-то шпилька наверх, да, будем задавливать цену вниз, то в таком случае у нас возможно с понедельника появится вариант для коррекции, это в район 1.11, да, то есть вот под таким соусом у нас возможна коррекция с дальнейшим ростом, то, что я ожидаю. На текущий момент каких-то торговых моментов нету, но торговые моменты были у нас вчера, скажем, был уровень достаточно интересный, здесь модель торговая была, сформировалась, мы как раз с ребятами вчера обсуждали по поводу евро-варианты и шартов, контртренд, и лонгов, то у нас, получается, мы еще даже не вчера, а позавчера, скажем, обсуждали варианты отбития от уровня 1.11.80, была борьба за локальный уровень, но, как видим, она принесла только коррекцию, было 4 марта, и 5 марта мы рассматривали вариант, один из вариантов с лонгов, и он, в принципе, неплохо вчера отработался, и почти 100 пунктов у нас евро выросло после вот этого момента, то есть это мы все обсуждали в закрытом крейдерском клубе. Дальше, то есть пока по евро, на сегодня мы ждем каких-то моментов, если будет сильное движение вниз, то, в принципе, у нас может развиваться какая-то коррекция, но на текущий момент сказать, евро пойдет вверх или вниз, скорее оно пойдет по тренду, но точек входа у нас нету, здесь набора позиций нету, допустим, у нас вчера, у нас был набор позиций 2 дня, да, здесь проторговка была хорошая, на текущий момент у нас просто, скажем, идет борьба за уровень 1.12.40, это, скажем, под таким зонусом. Если будет ложный пробой данного уровня, сегодня наверх, сильная шпилька, потом вниз, то, в принципе, можно будет с понедельника присматриваться к шартам, по данному инструменту, на коррекцию. Эта коррекция может привести как к коррекции, так и к дальнейшему снижению сильного, как бы, неоднократно было по евро-доллару уже несколько раз, да, то есть, там, вот, май 2019 года, вот, ноябрь-декабрь 2019 года, да, какие-то сильные росты, вроде бы на более сильное движение, но потом все время мы обновляем минимум, это нужно учитывать. Дальше, что еще можно сказать по евро-доллару больше ничего, придем к другим инструментам, золото. По золоту, в прошлый раз, в прошлую пятницу, я говорил, вот я сделал скрин с YouTube-канала, да, который я, скажем, публиковал, и в прошлый раз обсуждал, говорил о возможном сильном шарте по золоту. Вот, там я приводил, скажем, сантимент по рынку был очень сильно бычий, да, то есть, перекуплен, и плюс была, собственно, сильная торговая модель, паттерн в шорт. То, что я показывал. И, в принципе, у нас, что произошло по золоту, у нас в тот день, в прошлую пятницу, было очень сильное движение, почти 1000 пунктов падения. Я здесь часть закрыл своего движения, я показывал в прошлую пятницу сделку, и, скажем, часть прибыль, и часть я получил без убытка. Это, конечно, я потерял очень большую часть прибыли, потому что у меня, скажем, в моменте, ту часть, которая стала, она была в плюсе, и, скажем, несколько дней назад меня, скажем, по без убытку вынесло. Я думал, что у нас здесь будет дальше продолжение шорта, но, скажем, точки входа не было в шорт, и мы дальше погнали по тренду, скажем. И на текущий момент мне смотрится золото на перехай вот этого уровня, 1690, можем как секущих, но на текущий момент нету каких-то страховых моментов, но я думаю, что по золоту продолжится рост с перехаем, как сказал, 1690, возможно, там пойдем больше 1700-1750. Нужно так следить за дивергенциями по поводу вот этих моментов. У нас, в принципе, если мы будем переписывать вот этих хаи прошлого месяца, что у нас будет формироваться. Если будут какие-то заходные паттерны в шорт рисоваться, то я буду уже, скажем, по мере этих сигналов, которые будут появляться, буду писать. Потому что сейчас золото, скажем, покупать нет смысла. Где-то здесь на минимумах мои паттерны не показывали на, скажем, точки входа какие-то в лонах. И вот под таким нюансом плюс у нас рынок, фондовый рынок, пошло дальше движение вниз, в принципе, ожидаемое после коррекции. Поэтому золото я пока не трогаю. Оно смотрится вверх, но плюс оно сильно волокинное, и здесь каких-то сильных дневных моделей нету протоколки для понятного входа. Дальше перейдем к нефти. За нефтью я в прошлый раз говорил следить с возможной точкой ухода в лон, потому что, скажем, здесь была, я говорил, инвиргенция, плюс был у нас неплохой импульс в пятницу, да. Это у нас, получается, нет, это, получается, понедельник, да, понедельник у нас сильный импульс был наверх, и у нас возникла была дискуссия с учеником, который предлагал шорт. Это, получается, три дня назад он предлагал шорт. По данному активу, в принципе, тот вариант шорта, который он предлагал, сейчас мы его рассмотрим, вот, это было 4 марта, мы обсуждали, это Алексей, ученик в закрытом клубе, он предлагал шортить данный инструмент. В принципе, логика была, но, скажем, здесь был слабый момент для шорта. Он, кстати, Алексей был шортел, там, кажется, немного заработал на этом моменте, но потом вышел каким-то причинам. И я предлагал вариант шорта более, скажем, надежный, потому что тот момент, который он предлагал, вот, с этой проторгулкой, это, скажем, с этим набором позиций, это слишком малый, да. У нас идет сильное падение, один день отката, получается, здесь непонятно что, и плюс, во-первых, оформление графика на часовиках очень плохое, скажем, увеличенное, это очень плохо. И тот вариант, который я предлагал, ему писал, вот, скажем, вот я с ним вступил в дискуссию на 4 марта, и, получается, я ему рисовал по таким соусам, если у нас еще один день будет, скажем, проторговки, будет формироваться там определенная модель, которая квадрат, да, то есть она, в принципе, сформировалась, и у нас пошло движение вниз, я его не торговал, потому что мне сейчас, я если торгую, то очень маленький объем, она очень волатильная, и, скажем, нет смысла в ней заходить, потому что там такие движения, там по 100 пунктов, в принципе, на графиках незаметно, поэтому пока с нефтью очень осторожно. Я даже в прошлый раз, когда я говорил в начале прошлого месяца, вот здесь очень маленьким объемом торговал, вот эти движения брал. На текущий момент, в принципе, шорт идея Алексея отрабатывается, мой вариант с более крупным набором позиций, он более идеальным, в принципе, вот если посмотреть на часовиках, вот я себе как раз вчера отмечал, вот очень хорошо видно, вот этот момент, получается, Алексей предлагал таким соусом вот это торговать, это очень маленький набор позиций, я предложил, скажем, не постфактум еще, что будет более сильный набор позиций, и после этого возможно, скажем, брать движение, и в принципе, здесь локальная, вчера точка захода была в шорт, я не торговал, потому что я ждал точки входа в лоб по другим моментам, но его вчера, скажем, не нарисовали, и я думал, если бы вчера, скажем, вот так нарисовали, скажем, ложный пробой такой, да, как проторговочка, и наверх. Этого не произошло, поэтому не торговал данный инструмент, и на текущий момент золото пока смотрится на нефть, или нет, смотрится вниз, и если, конечно, у нас будет вот такое закрытие сегодня дневки, вот так, если мы закроемся, возможно, еще понедельник как-то, и вот мы можем подрасти в район 48,7, и, возможно, с более глубоким ростом коррекции по лоб, потому что у нас текущий тренд достаточно шартовый, и это все смахивает, скажем, на возможную потентальную коррекцию, но пока точки входа в лоб нету, если вот таким соусом мы закроемся, то, в принципе, я буду повещать, в принципе, ребята, которые в клубе, они будут видеть вот эти моменты, да, пока она смотрится в шорт, в принципе, сама идея с шортом в Алексея была правильная, да, построена, но с формулировкой точек хода чуть-чуть нет. Дальше перейдем к фунту, да, фунт у нас, как раз хотел подметить вот фунт, да, в чем, в том, что в прошлый раз, когда я делал обзор, мы торговались вот в данном диапазоне, да, вот я поставил точку, я говорил, первый вариант, мы закрываемся ниже уровня, который я вот это отметил, рассматриваем шорт, вариант лона, если у нас идет сильный рост, здесь на коррекции, мы покупаем, и третье, что я отметил, что фунт, скорее всего, будут продавливать вниз, это в прошлую пятницу, я говорил, потому что там были вопросы в комментариях в ютубе, покупать фунт с текущих, я же отписал там вовремя и откинул время, что, скорее всего, там будет шорт и так далее, да, то есть расписал. Что было у нас по фунту, в принципе, продавили его вниз, в прошлой пятнице я, скажем, на этой неделе рассматривал его в шорт, вот в этом диапазоне, как я и говорил, я его шортил, там ученики некоторые шортили, там Алексей, если не ошибаюсь, вышел по, скажем, в ноль закрыл шорт или он там плохой за шорт был, скажем, меня по безубытку вынесло, почему, потому что мы просмотрели, точнее, я просмотрел фунт и, скажем, здесь был такой момент, у нас есть сильный уровень 1,2770, который я говорил, у нас, если фунт будет пробивать вот эти минимумы, да, то у нас первая цель, это вот сюда, да, раз, и вторая цель 25,80, да, это вторая цель, первая и вторая, да, но на первой цели мы затормозили и я позавчера, мы как раз очень плотно обсуждали фунт доллар, и я подметил такой момент, по фунту, что здесь возможен лонг, вот, 4 марта мы обсуждали, почему, потому что был вот этот уровень, плюс у нас по фунту глобальный тренд вниз, дальше, вот эта форма движения, которое было у нас, вот, проторговка с, точнее, с понедельника, она показывала на возможный лонг, да, здесь, скажем, набирали ребята в лонг, вот, смотрите, если вы посмотрите, то у нас вот здесь, с этой точки, 28 числа у нас сильный был выкуп, понедельник выкупили, дальше вторник сильно выкупили, дальше, в моменте мы падали, среда, и тоже там, в моменте начали сильно выкупать, и в таком случае я понял, что здесь, скорее всего, будет формироваться лонг позиции, и она, в принципе, вот так произошла, скажем, такая корявая была, корявый момент был, плюс контр, скажем так, среднесрочный тренд, но в сторону долгосрочного тренда, это нужно понимать, поэтому мы открывали здесь позиции лонг, я уже показывал эти позиции, дальше, на текущем момент, что у нас по фунту, если здесь формируется какая-то, такая хорошая проторговочка, да, такая длинная надневка, то я буду рассматривать его с дальнейшим ростом в район 1,3070, и дальше 1,32, и с, возможно, более, скажем, долгосрочным ростом, это уже нужно по факту смотреть, потому что ситуация может меняться все время, да, потому что рынок может как уходить в лонг вот так, так может уходить в лонг вот так, так ходить вот так, да, то есть нужно уже по факту присматриваться, да, то есть есть определенные точки, когда на графиках есть экстремы, да, инструмент условно падает, падает, падает очень долгое время, то в таком случае я могу сказать, что здесь, если формируется несколько сигналов, можно сказать, что ориентируется, да, долгосрочный рост, но как он будет под соусом вот таким, вот таким, вот так, скажем, вот так, этого никто не знает, да, то есть мы просто смотрим, как трейдеры за рынком и уже принимаем какие-то определенные решения, пока по факту я ожидаю, скажем, более сильного роста, но, скажем, посмотрим под каким соусом это все будет идти, дальше, что можно сказать по английскому доллару, с понедельника, скажем, я ожидал возможное снижение, но, скажем, потом был пересмотрен вот этот момент, скажем, с снижением по данному активу, да, и на текущий момент я рассматриваю, что у нас возможно будет идти более глубокая коррекция по данному инструменту, если бы мы, скажем, вчера с вами проводили вебинар, то здесь возможно было рассматривать покупки, а на текущий момент я бы подождал, как сегодня дневка закроется, если мы закроемся вот так, скажем, при проторговке, здесь я бы рассматривал лонг в район 67-64, ну, где-то вот эту зону, да, то есть пока я смотрю рост по данному активу, в принципе, сразу можно сказать по новозеландскому доллару, аналогично у нас уже ломается нисходящий тренд локально, ну, в зависимости, давайте вот так немного подкорректируем, вот, да, ну, пока еще смотря под каким соусом это все рисовать, но оно все смотрится в лонг, да, вот так, тоже в районе где-то 470 возможен рост по данным инструментам, это уже нужно смотреть, у нас сегодня, напомню, on-parm barrels, смотрим, как дневки закрываются, если по всему рынку там евро, фунт, Audi, NZD с бэчим ростом, то, в принципе, мы там с поддельника-вторника уже будем на откате смотреть позиции блок, потому что, возможно, сегодня какие-то выйдут данные плохие по, скажем, по рынку труда США, и это может по-разному повлиять, да, как хорошо на доллар, так и плохо, да, но пока все смотрится на ослабление доллара по, скажем, по большинству активов, да, вот так, вот, кажется, мы обсуждали, вот, сейчас я посмотрю, да, вот NZD, 3 марта я уже где-то ближе во второй половине дня, потому что где-то, получается, с понедельника, да, где-то вот в этой области, я еще думал, что здесь возможно еще какого-то снижения, даже там 3 марта с утра что-то подумывал об этом движении, но потом более детально прогнозировал за инструменты, уже понял, что здесь, скорее всего, смотрится рост по данному типу, да, он, в принципе, и произошел. Дальше, что у нас осталось, ну, иена, в принципе, я говорил все время, она смотрится вниз, здесь никаких признаков налогов нет, у нас пошли сильные импульсы вниз, и на откатах у нас сугубое движение, плюс у нас, как видим, и франк идет вниз, иена, золото вверх, пока на рынке все переходят в активы тихой гавани, да, феджируются, потому что фондовый рынок сейчас по всему миру, все индексы, они сильно валятся. Дальше, ну, канадский доллар аналогично говорил наблюдать за возможным шортом по данному активу, он, скажем, пока в стадии развития, но, скажем, тоже такой рискованный. Сегодня, кстати, были сильные новости по канадскому доллару. Я рассчитывал на разворот тренда, так как мы уже смотрим, и еврейский доллар пошел на хорошую корицию НЗД, то есть сырьевые валюты, а канадский доллар, мы знаем, он связан с нефтью, и нефть падает и тянет его, и пока у нас, я рассматривал вариант вот такого сильного шорта в район 1.33, и, возможно, у нас будет сломлен вот этот восходящий тренд где-то в район 1.32 и, возможно, пониже. Но это, скажем, уже решится сегодня, будет это движение или нет на вот этих новостях, там по своим, по канадскому доллару там будет куча, куча своих новостей, и это решится. Или мы, скажем, улетим на перехай, вот это я не исключаю, скажем. Нужно быть осторожным, потому что здесь это контртрендовое движение, оно всегда рискованное, нужно брать с небольшим объемом и с небольшими стопами. Так, ну что у нас еще осталось? В принципе, очень хорошие движения были, кто торгует российский рынок, индекс РТС, очень хороший уровень 13.60, скажем, ну просто шикарно. Я сравнивал, кстати, как раз с ребятами, с одним учеником обсуждали индекс S&P 500 позавчера, да, он писал мне Оланга, они отработались локально, моделька 1 была очень хорошая, я ему дальше писал вчера, что здесь рисуется вариант с шортом, он, в принципе, уже локально себя отработал и, скажем, я ожидаю, что, возможно, у нас пойдет дальнейшее движение обновления вот этих минимумов по индексу S&P 500, да, то есть, я еще в прошлую пятницу говорил, что, скажем, у нас будет вот такое, ну, произошло падение и коррекция, и потом дальнейшее движение вниз, потому что рынок работает по таким соусам, скажем, здесь все покупают, здесь все сидят в просадках, когда уже слишком сильное падение, здесь уже начинают все продавать. на этом рынок их прокатывают наверх, потом здесь уже все начинают фиксировать свои убытки, смотреть, что рынок пойдет дальше наверх, и он обратно идет вниз, скажем, вот это если смотреть с психологией рынка, да, то, что я показывал в прошлый раз, вот у нас есть график, да, если идет рост и у нас условно там 90-95% быков, то скорее всего, что рынок пойдет вниз, и то же самое, если у нас на этом промежутке 90% медведей, то рынок обратно пойдет наверх. Вот таким соусом рынок вот так пользует, ну, конечно, это, скажем, не просто так, нужно смотреть какие-то паттерны модели, точки входа, да, чтобы понимать, когда войти с небольшим стопом, потому что можно ошибиться, и рынок может, скажем, сходить не в вашу сторону. Поэтому, пока ожидаю дальнейшее снижение по индексу СНП 500, РТС аналогично, российский рынок, бразильская Бавеспа аналогично, смотрите, как она красиво ходит, то же самое. Так, по биткоину, в принципе, на этой неделе я ожидал возможное снижение, но, скажем, он как-то не идет под тем моментом, который я ожидал, скажем, ждал какого-то здесь сложного, да, от уровня 9000, но пробитие вчера произошло, если мы обратно пойдем под уровень 9000, то я ожидаю дальнейшее снижение вниз. То есть следим за уровнем 9000 долларов по биткоин, если произойдет закрытие ниже, там, в районе, хотя бы там 8800, 8700, в принципе, я рассматриваю дальнейшее снижение по биткоину. А пока на данный момент, скажем, смотрится оно в лонг, к чему это все приведет, в долгосрочном лонг, пока не скажу. Так, на этом мы закончим, если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, по возможности, если я возле, скажем, компьютера, я отвечаю на эти комментарии, если что, пишите в личку, фейсбук, телеграм, все контакты указаны по поводу вступления в закрытый клуб. Пишите, здесь, кстати, она вела информацию по поводу клуба, вариантов вступления, скажем, если будут возникать вопросы, указаны контакты, здесь информация, я кинул ссылку. Можем пообщаться по скайпу, по телеграмму, обсудить вот эти все вопросы. Всем спасибо, до следующего обзора, с вами был на связи Талли Кута. До свидания.